Вообще Бог мужского пола или женского? Или Бог все-таки это нечто всеобъемлющее? Эмблемой гвардии, эмблемой войск всегда служил Георгий Победоносец. Это некая такая ипостась божества. Правильно будет сказать, что языческого божества, хотя некоторые православные пытаются сказать, что это их святой, что в общем-то неправильно. Божество во всех народах всегда воспринималось как некий защитник, который может принести мир на землю этого народа, который верует в это божество. В этой связи всегда возникает вопрос, какого пола Бог? Конечно, некоторые сегодняшние любители матриархата, они пытаются доказать всему миру, что Бог – женщина, поскольку она производит себе подобных и рождает новых людей, новых существ, и эта функция именно божественная. Сложно с этим спорить, но как защитник, Бог все-таки мужчина, потому что ни одна матриархальная культура не смогла подняться в цивилизованном плане высоко, потому что пока женщины себе на кухне делали какую-то великую политику, все проходящие мимо них мужские отряды завоевателей легко завоевывали это матриархальное государство, и цивилизация там опять падала до нуля. Поэтому, на мой взгляд, в нашем простом обывательском смысле, Бог – это все-таки мужчина. Хотя я считаю, что Бог, как и говорится в исконном язычестве на Руси, это одновременно сварок и лада. Сварок как мужская ипостась, лада как женская рождающая ипостась. И на Руси всегда имя Бога было род. От этого пошли такие слова, как родственник, родня, родитель, рождение, родичи, родина и тому подобное. Поэтому я считаю, что род – это двуполое существо, которое стоит выше человека, несомненно, и которое в необходимый момент времени расщепилось пополам, дало нам отца и мать. От этого слияния пошли уже мы, дети богов. А потом мы сделали самую большую ошибку в нашей жизни. Произвели Адама и роботов. И теперь у нас идет мировая война. А в парадигме новой науки организмики божество, в какой находится ситуации? В организмике имя Бога тоже есть. Это имя Кома-Посуорву. Кома-Посуорву. Это аббревиатура определенных операторов, как, в общем-то, и все имена, которые существуют на Земле. Вы можете проверить значение любого имени, и вы увидите, что любое имя человека, животного, машины, страны, государства, планеты – все это изначально аббревиатура, в которой лежит глубокая расшифровка. В имени организмического бога Кома-Посуорва тоже лежит глубокая расшифровка именно в русле науки организмика. Определение Бога в науке организмика такое. Бог – это коллективная совокупность матриц всех организмов, всех уровней. Переводя на простой язык, это вся совокупность живого, неживого и того, что нас окружает, вот она и является тем самым Богом, внутри которого находимся и мы. Организмический Бог получается тогда вне матрицы. Организмический Бог – это и есть сама матрица. Мы внутри нее, мы являемся клетками Бога, мы являемся мыслями Бога, мы являемся его структурными элементами. Из нас, в том числе, из каждого из нас состоит Бог. И мы когда молимся, мы отправляем свою молитву, свое пожелание, свое поздравление Богу не куда-то за пределы Земли, в какой-то открытый космос, а непосредственно к нашей большей голове. То есть из нашей меньшей в нашу большую. То есть мы отправляем сами себе через внешний транслятор. Скажите, а имя этого Бога, который вы назвали, оно к вам пришло или это уже данность вне нас? Имя Бога, которое я назвал, оно является, скорее всего, некой данностью, которая появилась независимо ни от меня, независимо ни от кого. Это просто было результатом некой трансляции, в результате которой я, собственно, и открыл науку-организмику. И само имя Бога, даже сама концепция этого Бога была запечатана уже в том посыле, я только распечатал и только преподнес это имя людям. То есть вам это было спущено сверху? Можно сказать, что мне это было спущено сверху, хотя я не очень люблю вот эти градации сверху. Скорее всего, в этот момент Бог сам, Бог, Он подумал именно так. И назвал свое имя. И назвал свое имя. Мы же, когда думаем, мы думаем, и включая свои имена, включая имена друзей, коллег, родителей, детей, мы же их произносим в голове, мы произносим свои имена, поэтому в какой-то момент Бог произнес свое имя, и, видимо, в этот момент я это имя просто уловил. Или, может быть, мне была дана команда зафиксировать это имя, не так, чтобы оно пролетело и улетело, а чтобы оно осталось зафиксированным на долгие времена. И как вы считаете, храмы будут воздвигнуты в честь этого Бога, или это будет другая форма религии? Естественно, появятся новые храмы, естественно, появятся новые религии, как культ, как строительство, как некая архитектура, потому что всегда, когда приходит новое понимание о Боге, не новый Бог, подчеркиваю, не новый Бог, а новое понимание о Боге, всегда, всегда меняется все, что нас окружает. И нужно понимать смену Богов, смена Бога старого на нового, не в том порядке, что кому-то захотелось что-то поменять, а в том, что само человеческое общество, своим менталитетом выросло и доросло до некоторого нового уровня. И с этого уровня старые парадигмы Богов стали уже не отвечать запросам человека. Уже по-другому стал человек воспринимать и себя, и окружение, и свое включение в божественное. И самое главное, что вот эти передачи, которые человек посылает Богу, они стали и в Боге в самом отражаться уже иным образом. И Бог уже, когда думает, он не может думать старыми категориями, он требует от нас перерождения и требует от нас изменения собственного облика, собственного мышления, собственных мыслей, собственного менталитета. Скажите, а что делать тем, кто сторонник старых религий? Ну что, вымирать или дожидаться, когда и у Боги покинут землю? Сторонники старых религий всегда имеют шанс переучиться и постичь что-то новое. Так было всегда. Вспомните, в древние времена была только арифметика, потом пошла высшая математика, сегодня уже супервысшая математика. Ничего. Находятся люди, которые постигают и то, и другое, и третье. Есть люди, которые остаются на своих старых рубежах. Честь и хвала им. Они как стабильные верующие тоже нужны своему Богу. Но есть люди, которые всегда идут вперед. И в данном случае мы опять приходим к тому феномену, который называется смена присяги. Правильно это или неправильно? Но давайте посмотрим опять по советскому периоду. В советский период у нас все были как бы атеистами. А атеизм это тоже религия, это тоже вера. Вера в отсутствие Бога. Или вера в отсутствие Бога как такового. И в результате, что Богом является сам человек. Но наш президент, президент России, он, например, сказал, что в это время, во время атеизма, его подпольно крестили в тихомолку от советских органов. Значит, у него была такая потребность в этом. Поэтому переход на организмическую религию будет осуществляться именно таким же образом. Если у людей появится, и когда появится такая потребность, то каждый человек может перейти и сделать этот переход самостоятельно или с чьей-то помощью. По предсказанию футурологов, переход на новую религию должен состояться к 2025 году. Собственно, это мы и слышим из всех правителей наших государств. Все готовятся к 2025 году как к некоему такому рубежу. Нужно понимать, что большинство правителей государств находится на службе у старых религий. И для них это будет определенная ломка, потому что их хозяева, духовные хозяева, они, конечно, будут переживать определенный слом своей парадигмы. И это состоится в 2025 году. Я думаю, что все это идет к лучшему, потому что вся цивилизация, которая развивается в результате, она идет только к лучшему. И мы будем участниками этих процессов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова